Боже, с такими психологами, как Соловьёв, никаких антидепрессантов не хватит. Есть у Рудольфовича среди коллег известный доктор, правда, мы никак не можем разобраться, доктор чего, но, видимо, тоже как-то связанный с психологией, а точнее, языком жестов. Всем привет из Америки, из гниющего Запада. Ну вот, сразу ты раскрыл все свои карты. Конечно, раскрыл все свои карты. Конечно, раскрыл. И, в первую очередь, вы, госпожа Мария Харри, простите, певчик, вы эти карты раскрываете. Вы раскрываете эти карты не только тем, что вы говорите, а и тем, как вы двигаетесь, какова мимика у вас, куда двигаются ваши глаза, как вы работаете руками. Вот это все очень интересно. Но я уже молчу, конечно, про эту наигранную улыбочку. Девушка, по всей вероятности, лишена начисто самоиронии и чувства юмора. Она пытается поэтому это закрыть вот той улыбочкой. Вот она смеется, ей как бы якобы смешно. Своими расследованиями и расшифровками Сосновский славится уже давно. Помните, как он расшифровал записку Навального своей жене о том, что ему постоянно отправляют в СИЗО мемы с котами? Котики – это беленькет. Или как он расшифровал шутку Навального про 3 килограмма соли, когда наш доктор разгадал тайные знаки и понял, что жена политика Юлия едет получать 300 тысяч долларов. И вот, наконец-то, Сосновский выкатил новое расследование. И выплывает Таир Мамедов, который живет в Соединенных Штатах Америки. Она нам долго его представляет. И если мы еще раз сначала послушаем, она нам говорит, я хочу вам представить человека, который никакого отношения к политической жизни не имеет. Это кто? Таир Мамедов не имеет отношения к политической деятельности? Я хочу вам напомнить, что он сбежал в Соединенные Штаты именно потому, что у него возникли проблемы на фоне занятия им политической деятельностью, в том числе незаконной. Я не хочу останавливаться подробно на его биографии, я его не знаю, у меня никаких претензий лично к нему нет. А вот стоило бы, вообще-то, ознакомиться с биографией человека, про которого вы говорите в эфире, тем более в Риоте. Таир Мамедов рассказывал, что действительно уехал из России по политическим причинам, но никаких проблем у него не было. Тем более он не занимался незаконной политической деятельностью, разве что идти наблюдателем на выборы теперь у нас незаконно. Я уехал сразу после выборов мэра Москвы 2013 года. Тогда я уже, в принципе, морально решился, но эти выборы стали последней подтверждающей точкой, что мне надо уезжать. Я там был наблюдателем весь день, и понятно, что я вел какие-то очевидные вещи, типа карусели, вбросы бюллетеней. Там вообще была история потрясающая. Там приезжали милиции с депутатами, пытались меня выдворить. На самом деле, самое главное на выборах мэра Москвы, не то, что стоит ли мне оставаться в России и бороться, или оставаться и приспособиться, или замолчать. Я понял, что в реальности реальная Россия — это люди, которые искренне не понимают, почему кто-то хочет что-то поменять, почему им мешают из года в год вбрасывать бюллетени, выбирать того, кто им нравится. То есть я им реально мешал. Тем, что пытался насадить честность, как-то соблюдение законов. Я вот буквально через пару недель после выборов купил билет и прилетел, потому что я понял, что даже если я захотел бы остаться в России и с горячим сердцем менять ее, большинству людей это не нужно. Но это так. Для нашего доктора Сосновского мы повторяем. Вернемся к расследованию. Внимание! Кто на самом деле стоит за фильмом про дворец Путина? А кто же такой господин Таир Мамедов? И вот здесь мы вскрываем с вами несколько интересных вещей. Господин Таир Мамедов имеет отношение к фирме, которая называется Мастиф. Ну, как вы видите, Мастиф, Раша. Видео продакшн с 10-летним опытом работы на телевидении. Мы реализуем проекты разного уровня сложности. Мы часть Бен-Айджай группы. Ну, вы меня спросите, а чего ты нам показываешь этот Мастиф, Раша? А мы спросим. Следите за руками. Эта фирма находится в городе Лос-Анджелес. Эта фирма имеет целый ряд ответвлений, которые находятся в том числе и в Германии. В том числе и в Москве мы увидели Мастифа, которому имеет прямое отношение господин Таир Мамедов. А теперь, господа, помните, я могу вам напомнить о том, что фильм, который снимал Навальный, был снят на киностудии Black Forest Studio. Эта фирма получила заказ на издание, на подготовку и монтаж этого фильма именно из одного маленького-маленького американского городка, который называется Лос-Анджелес. А теперь проведем с вами две параллели, которые по всей вероятности сойдутся в одной точке. Таир Мамедов, который имеет отношение к фирме Мастиф, которая входит в американскую фирму, находящуюся в Лос-Анджелесе. Та самая фирма, которая имеет отношение к крупному производителю фирмов космосфильм, который, в свою очередь, владеет Black Forest Studio. Так, так, стоп, я ничего не поняла. Доктор, повторите. Мы с вами провели несколько параллельных, которые сошлись в одной точке. Это не просто господин Таир Мамедов. Я не утверждаю, что он был заказчиком, но я предполагаю, и с большой долей вероятности могу говорить о том, что он играет одну из связующих ролей вот в этом спектакле именно с заказчиком, который находится в Лос-Анджелесе. Он тоже там находится. И он тоже там находится, и не случайно он выплыл именно с Марией Певчих, и не случайно она его вытаскивает. Он не случайный человек у всей этой истории. О как! Он находится в Лос-Анджелесе, поэтому он имеет отношение к созданию фильма про дворец Путина. Вот это логика. Но давайте немного поподробнее разберемся в этом бреде. Таир Мамедов был креативным продюсером Мастиф Продакшн, но до 2013 года. Мастиф Раша и вправду входит в Бониджай Групп. А теперь давайте спустимся немного ниже на этой странице, которую показывает нам доктор Сосновский. Вы не поверите, кто является заказчиком Мастиф Раша. Россия один? Да там еще и НТВ! Так может это они все против Путина-то заказали? Вот уж и вправду две параллели сошлись в одной точке. Но мы-то с вами знаем, что параллельные прямые не пересекаются, поэтому продолжаем распутывать бред доктора Сосновского. Как я уже и сказала, Мастиф Раша и вправду входит в Бониджай Групп, крупнейший медиахолдинг. И Сосновский показывает заглавную страницу Бониджай Групп, переведенную с помощью гугл-переводчика. Но, видимо, даже это не помогло. Потому что доктор говорит, что эта компания находится в Лос-Анджелесе. А на самом деле находится она в Париже. Изначально это французская компания. И это указано на сайте. Мы с вами провели несколько параллельных, которые сошлись в одной точке. Да, доктор. С расследованиями у вас примерно так же, как и с геометрией. Ну, я знаю, мне все время пишут, ну, вот, господин психотерапевт, когда вы будете нас уже лечить? Как вы будете нас лечить? Обойдемся без лечения, пожалуй. Ну, а полный выпуск Fake News смотрите по ссылке в описании на нашем отдельном YouTube-канале. Как пропагандисты рассказывают о здоровье Алексея Навального, как Дмитрий Киселев готовит нас к войне с Западом, ну, и как на федеральных каналах продолжает обсуждать американского президента Байдена. Все это в новом выпуске по ссылке.